Привет, друзья! Это Пятый элемент, меня зовут Денис. Некоторое время назад мы выпустили для вас обзор ноутбука, который называется F Plus Flatbook линейки i. И теперь настало время рассказать вам про другую линейку, линейки R от этого же самого производителя, этой же самой модели, если так можно выразиться. И этот ноутбук, сразу скажу, более макбукоподобный. Вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Давайте протестировать этот ноутбук. Приятного просмотра! Если вы смотрели наш предыдущий ролик, я сказал, что когда-то доставал этот ноутбук из коробки, он полностью был обклеен пленочкой. Этот ноутбук, кстати, стал не исключением. Единственное, что здесь ноутбук на практически 100% состоит из алюминия. И действительно, и в профиль, и по бокам он реально напоминает мне, во-первых, макбук, а во-вторых, друзья, он мне напоминает мэйтбук от компании Huawei. Какой-то такой, знаете, симбиоз, и получилось что-то свое на выходе. Ноутбук весит 1,87 кг. Это такой стандартный ультрабучный формат. Что здесь есть интересного? Во-первых, это очень большие силиконовые ножки, на которых стоит ноутбук. Макс, посмотри, какие огромные. Видел? Какое классное. То есть ноутбук у вас возвышается, как будто над землей немножко. Это круто. С левой стороны у нас есть два разъема USB Type-C для зарядки. Можно вставлять любой. Безумно удобно. Коннектор на заряднике тоже USB-C. Совмещен на разъем под гарнитуру. И справа у нас есть два разъема USB-A. Вот тут, как бы, по сравнению с предыдущим ноутбуком, пожалуй, не хватает подключения проводного интернета. Можно, чтобы было вставить microSD-либо GSD-карточку. Ну, вот такой, как бы, во всем он макбучный, скажем так. Даже немножко разъемов меньше. Теперь давайте попробуем открыть наш ноутбук одной рукой. И это делается совершенно легко. Можно сделать. И давайте посмотрим на экран. И прежде чем разблокировать наш экран, должен сказать, что здесь у нас есть секьюрный способ блокировки дисплея. Есть сканер отпечатков пальцев. Прикладываем пальчик и в него, собственно говоря, заходим. Теперь давайте про экран. Итак, а дисплей у нас на 15,6 дюймов. Разрешение Full HD, матрица IPS. И, собственно говоря, герцовка 60 Гц. Ничего такого выдающегося. Но, в отличие от предыдущего ноутбука, здесь у нас sRGB 75% покрытия. Что уже позволяет, ну, хоть как-то цветокорить и видеть натуральные цвета на экране. Действительно, это чувствуется. Ну, и плюс еще отмечу то, что в данном дисплее откидывается дисплей вот так вот. И, собственно говоря, еще здесь неплохие углы обзора. Конечно, видео может это не передавать. Но вживую, когда смотришь на экран с разных упаковок, действительно видишь одну и ту же картину. Что же касается засветов, то, по моему ощущению, здесь их немножко меньше, чем в предыдущем ноутбуке. И они, пожалуй, только где-то присутствуют по углам. Несколько слов про инструменты ввода, которые у нас здесь есть. Здесь есть полноценная клавиатура. Ни одна кнопочка, скажем так, не сделана меньше. Это большой респект. И стрелочки, и нам пэд присутствуют. Все здорово. Есть еще белая подсветка, которая довольно равномерная. Сейчас вы можете видеть на тестах, собственно, как она выглядит. И она меняется в нескольких позициях. Есть три режима. Ну и сам ход довольно плавный. И она удобна, если пересаживаться, допустим, с макбука. Давайте послушаем. Что же касается тачпеда, то в сравнении с предыдущим ноутбуком от этой фирмы, должен сказать, что он большой, неплохой. Все хорошо вводится. Но до тех пор, когда вам нужно физически нажать на клавишу левую либо правую, клик такой не самый приятный, что ли. Он такой топорный немножко, как есть. И если вы кликаете где-то близко к разделению левой и правой кнопки, то у вас может произойти вот такое двойное срабатывание. Так, ну и тестировал нашу веб-камеру. В чем здесь прикол? Вообще наша веб-камера – это малюсенькая-малюсенькая точка. Но даже эта малюсенькая точка меня очень сильно переэкспонирует. Вот так вот будет нормально. Пишем мы в 720p, как вам звук картинка. Но опять же, вот с серьезными источниками света данная камера, как и большинство других камер на ноутах, не справляется, к сожалению. И теперь переходим к железу. Этот ноутбук по факту получается немного более производительный, чем наш предыдущий из предыдущего ролика. Давайте поговорим, что здесь у нас есть. Процессор от AMD Ryzen 7 5000 серии 5825U. Энергоэффективно, что нам было говорить в переводе. 8 ядер, 16 потоков здесь есть. Базовая частота у нас 2 ГГц и турбобуст до 4,5. Оперативки 16 ГБ и встроенная видеокарточка от AMD, но уже не на ГБ, а на 512 МБ, что немножко меня расстраивает, конечно. И тест на 6 SSD, она на 512 ГБ у нас здесь. На чтение выдаёт скорость 3443 МБ в секунду. Неплохо. И на запись 2646. Это прям солидно и круто. Предлагаю вам тест в Geekbench 6 на процессор. И здесь мы видим 5512 очков в мультикор-тесте, что нам говорит о том, что с 3D-шкой можно работать на таком базовом уровне. В видеотесте набираем 13 тысяч с копеечкой. Это говорит нам о том, что с видео данный ноутбук в целом особо не сможет быстро работать. Я, конечно же, говорю про видеоредакторы, типа там Adobe Premiere Pro. Если вы хотели монтировать на этом ноутбуке, то, скорее всего, не получится. Но ещё дополнительно прилагаю тестирование в Blender Benchmark. Кстати, давайте сравним этот ноутбук с предыдущим. Увидите разницу. И ещё по классике вспомнить, если встроенную видеографику, 16 гигабайт оперативки и неплохой процессор, то могу сказать, что, конечно, в самые производительные тайтлы на этом компьютере вы не поиграете. Во что-то только постарше и попроще, может быть, онлайновое. Например, в World of Tanks Benchmark, то здесь у нас получается, кстати, неплохой результат. На средних настройках получается высокий рейтинг производительности. Золотая медаль, то есть в World of Tanks можно смело играть. И ещё про батарейку. Она здесь у нас на 55 Вт-час, и она нам выдаёт примерно 6,5 часов активности дисплея. Это такой практически хороший рабочий день. Можно брать с собой зарядку, благо здесь у нас всё заряжается по Type-C. Даже где-то у вас в офисе может быть такая зарядка, а даже с собой не обязательно будет её оттянуть. Ну и в концовке мы тестируем звук на наших компьютерах. Давайте послушаем, что здесь у нас есть. Вау! Ну, это уже прям гораздо сильнее, чем в предыдущем ролике. Есть и низ, и хорошо резонирует от стола. От стола, от стола. В общем, неплохо. Звучит громко, даже с кем-то ещё можно будет вдвоём послушать что-то, какой-то контент, например, кино. В общем, за динамик такой ставлю уверенное. 7 баллов из 10 прям хорошее. Ну что ж, подводя итоги, могу сказать, что конкретно вот этот ноутбук в сравнении с предыдущим мне понравился, пожалуй, больше. Здесь больше металлических элементов, он такой более лухари что ли. Но здесь есть тоже свои минусы. Здесь не так много разъёмов, как в предыдущем ноутбуке. Для меня большой-большой плюс, что заряжается ноутбук по USB Type-C. Это безумно удобно. Я хочу, чтобы всё было вообще Type-C. Вообще было бы, наверное, хорошо. Из минусов, конечно, мне стоит вспомнить, что здесь у нас встроенная видеографика на 512 мегабайт, что совсем немного хотелось бы добавить хоть что-то, но дискретное. Было бы гораздо лучше. Еще к минусам добавлю веб-камеру. Всё-таки с таким крутым источником цвета, как у нас, по яркости, она всё-таки не справляется. Ну а в плюсы отнесу и подсветку, и удобную клавиатуру, и неплохой дисплей, и вообще очень-очень приятный дизайн, который в себе имеет симбиоз между Magbook'ом и Matebook'ом от Huawei. Вот что-то получилось посередине. В целом, выглядит ноутбук реально очень неплохо. Ну и если вы будете кодить, вы, допустим, там будете что-то цветокорить, либо же верстать странички, то на этом компьютере вы это сможете сделать, потому что он имеет достаточную производительность для такого вида операций. Ну а что вы думаете про данный компьютер, обязательно напишите в комментариях. По ссылке в описании вы можете узнать цену на сайте 5element.by. Переходите, делитесь своим мнением в комментариях. И если было полезно, то влюбите нам лайк и подпишитесь на наш канал. Ну а с вами был Денис, 5element. До новых встреч. Пока.